Доброго времени суток. Сейчас мы будем изготовлять силиконовую форму. Вот наша силиконовая форма. Она у нас уже изготовлена. В этой форме мы делаем форму для заливки гипсовой плитки вот такого формата. Монтаж такой плитки на стену довольно-таки простой процесс. Стоит нанести клей и очень быстренько можно сделать вот такую имитацию кирпичной кладки. Выглядит довольно-таки эффектно, быстро. Швы будут заполняться, прикладки будут заполняться клеем и больше не требуется никаких дополнительных там эффектов. Покраска в любой цвет или в любой эффект. Вот для этого мы изготовляли такую силиконовую форму для штамповки этой плитки в большом количестве. Это были сделаны заготовки. Заготовки, как вы сейчас увидите, были изготовлены из обыкновенного гипсокартона. Но изготовление каждой такой формы довольно-таки занимает много времени. Намного проще будет эту плитку просто отливать в силиконовой форме. Относительно силиконового изготовления всего остального смотрите еще публикации в этом плитке. А вот здесь сама форма после заливки. Эта форма делалась с таким расчетом, что если понадобится большое количество такой плитки, то из этой же заливочной формы можно будет изготовить большое количество точно таких же абсолютно идентичных штампов или таких же копий. Как вы видите, опять же здесь она была изготовлена из гипсокартона. Я специально буду делать публикацию о том, как изготовить такую форму. Довольно-таки простой, незамысловатый процесс. И приступим к самому главному. Съемке нашего отпечатка. Для этого мы немножко отделяем вот эти края от самой формы. Они просто тут отлипают. Не применяем никаких таких вот острых предметов, иначе мы можем нарушить саму силиконовую форму. И за один край приподнимаем аккуратненько начинаем освобождать наш отпечаток. Не спеша. Такая она получилась надежная и плотная. Силикон, как видим, довольно-таки пластичный материал, который позволяет выполнять такую манипуляцию. И последний момент. Все. Вот готов наш отпечаток. Вау! Классно! Классно получилось. Вот. Готов наш отпечаток. Вот она такая вот, как тапочек. Китайский. Довольно-таки мягкая. Я специально сделал такой расчет. Ну, не экономил. Здесь силикона я не экономил. Я специально дал довольно-таки толстую такую прослойку, но здесь миллиметров, ну, я не знаю, миллиметров, наверное, семь будет. Форма сама сделана емкость, сама ванночка для отливки сделана высотой 18 миллиметров, но нужно учесть, что при заливке обыкновенного усадочного силикона, он дает немножко усадку, то нужно дать поправку на то, что он немножко усохнет, так сказать. Теперь относительно самой формы. Как видите, это те же самые гипсовые черепки, вырезанные из гипсокартона, наклеенные на эту поверхность. Ну, главное, что нужно отметить, очень аккуратно нужно проклеивать вот эти все края. Мы отдельно сделаем об этом публикацию, как это делать. Нужно очень хорошо проклеить все вот эти края, для того, чтобы силикон не протекал под нашу форму. Потому что, если он сделает вот такие подтеки, то его будет трудно снять и будут такие вот проблемы. И относительно самого отпечатка. Вот на свет вот так возьмем. Как видим, тут абсолютно такая неровная поверхность. Она отображает все вот эти пупырышки. Это такие вот артефакты, которые были отпечатков из тех плиток, которые мы заготовляли. В дальнейшем при заливке она будет повторять вот эти все формы. Сразу нужно отметить, когда вы делаете гипсовый раствор, то желательно его быстро размешивать, желательно так интенсивно размешивать и сразу делать заливку, для того, чтобы пузырьки воздуха, которые остаются в самом растворе, они будут создавать еще дополнительные артефакты уже на самой готовой плитке. И она будет выглядеть довольно-таки натурально, натуралистично и будет, ну не будет двух одинаковых таких вот плиточек. Если у нас снялась хорошо форма, значит отпечаток получился качественный, без проблем можно будет вынимать отсюда вот эти черепки. Она очень довольно-таки эластичная. И вот таким вот образом можно будет штамповать значительное количество вот таких вот плиток. То есть здесь мы сделали 6 штук, можно отливать одновременно. При желании можно такие формы делать больше. Как сделать расчет вот того объема силикона, который будет необходим для заливки, то так, нужно сказать, что когда вы качественно... Вот этот материал, который находится, я очень хорошо обработал просто пластилином. Настолько герметично это все сделал, что для определения объема силикона в эту форму и заодно проверить, насколько качественно сделано ваш вот этот лекало или ванночка, мы сюда заливаем машинное масло. Ну если не жалко, можно растительное, ну не важно. В общем масло. После заливки этого масла мы можем очень хорошо при наличии этого масла выставить уровень вот такой формы. Она должна находиться абсолютно горизонтально. Масло будет показывать... Форма у нас абсолютно ровная и она будет показывать уровень вот этого масла и мы ее выставляем абсолютно ровной поверхности для того, чтобы в дальнейшем заливать силикон, чтобы у нас была правильная форма. И после заливки смотрим, нет ли подтеков где-то под форму, мы это масло сливаем в мерную емкость. Таким образом у нас получается в мерной емкости то количество силикона, которое нам будет необходимо. И самое главное, что вот это масло, которое находилось здесь, оно создает прекрасный разделяющий барьер между нашей формой и между вот этой силиконовой заливкой. Таким образом наш силикон не приклеится к форме и его можно будет спокойно извлечь, как вы только что видели несколько минут назад. На этом пока все. А в следующей публикации я покажу совсем другую форму. Совсем другая будет плиточка, она будет под дерево такая структура. И мы будем отливать форму и все сделаем от начала до конца вместе с изготовлением вот такой формы и с отливкой и измерением самого масла. Доброго времени суток!